И у меня уже здесь, передо мной, гость, специалист, самый настоящий специалист, который знает, что такое идеально чистый дом. Зовут его Николай Бушков. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, идеально чистый дом. Это вот такой прибор должен быть у тебя? Или можно... Нет, должен быть сотовый телефон. Мобильный. Все понятно, хорошо. Да, мобильный телефон. Позвонил, попросил. Да, и приедут люди. А на что способна такая техника? Это вообще моющий пылесос. Да, это моющий пылесос, который мы используем для химчистки мягкой мебели, ковровых покрытий от всевозможных загрязнений. Ну, в основном, конечно, это бытовые загрязнения, которые у нас имеются дома. Ну, что-то пролили, да? Ну, конечно, дети едят, дети пьют, и дети вытирают руки от дивана. Хорошо. Клининг-компания, клининговая компания. Вот, допустим, ты звонишь, говоришь, ребят, приезжайте ко мне, наведите порядок. Вот как это все происходит? Конечно же, мы сначала должны выяснить, какой тип порядка вас интересует. То есть человек может иметь в виду, что ему нужно просто помыть полы, а кто-то имеет в виду, что ему нужно помыть все от и до стены. Нет, 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 генеральную. Генеральную. Да, у нас есть такой тип уборки, сразу пакет. Если человек именно хочет отмыть все и вся, мы предлагаем ему этот тип уборки. Потом согласовываем время, дату, и все, мы приезжаем, и квартира становится чистой. Квартира 50 квадратных метров. Сколько потребуется вам времени на то, чтобы прямо сюда прогенералить? Все, конечно, зависит от типа покрытия и, ну, конечно же, степени загрязнения. Сколько ковров. Да, сколько у вас статуэток с отдыха на полочках. Вы это все убираете, протираете? Конечно, книги с полок достаем. Да, вы что? Да, и на квартиру такую, ну, нужно примерно 5-6 часов. Вообще, когда приезжают к вам специалисты, у них есть небольшая форма с оценкой, они проходят, осматривают ваше жилье, и уже вам более точно сообщают, сколько часов понадобится на уборку. Вы знаете, мне всегда было интересно, когда такая компания приезжает к тебе, наводит вот этот идеальный порядок, а через сколько этот порядок пропадает? Ну, то есть, если ты бережно относишься к квартире, ну, вот ложится пыль, и, ну, вот просто обычное загрязнение. Здесь, опять же, индивидуально. Есть квартиры, которые расположены там ближе к дороге, дальше от дороги. Соответственно, пыли где-то образуется больше, где-то меньше, ну, неделя-две, может быть. И требуется, ну, уже не генеральная уборка, конечно же, а поддерживающая. То есть, мы рекомендуем один раз в месяц использовать генеральную, и там один-два дополнительно регулярную уборку, поддерживающую, так называемую. И у вас хватает специалистов? Да, конечно. Ну, то есть, а часто заказывают такую уборку красноярцы? Довольно. Да вы что? Да, тесно. А заказывают почему, мне вот интересно, самим лень, времени нет? Или вот все-таки с вами, ну, я так понимаю, что это гораздо качественнее будет? Во-первых, не все готовы потратить 6 часов, допустим, приезжает на вот условную вашу квартиру, да, приезжает, там, два специалиста, пересчитываем 6 часов на двоих, это 12 человек часов. Одного, да. Да, и, соответственно, вам нужно, там, всю субботу потратить или, там... Ну, а ты же не профессионал, ты же будешь все делать не так, как надо. Да, конечно же. Плюс, там, скорость меньше. То есть, весь день убить. Кто-то не хочет терять выходной, кто-то не хочет терять рабочий день. Ну, да. А вы используете только специальные приспособления или еще какие-нибудь химические средства, например? Конечно, конечно. Химия, безусловно, используется, потому что некоторые загрязнения можно и нужно отмывать только с помощью химии. Да, допустим, это жировые пятна на кухне, это отложения солевые в ванной комнате, стоит их, конечно, химии отмывать. Ну, либо парогенератором в ванной можно тоже. Слушайте, а мы можем же, да, сейчас замарать нам что-нибудь в студии? Да, давайте выберем. У нас вот случайным образом, ребят, оказалась баночка детского питания. Я предлагаю вам, вы знаете, прям вот не жалея, но чуть-чуть мне оставьте, потому что ничего не ел. Вот, например, вот на эту красную подушку. Представим, что вы мой непослушный сын, и что-то пошло не так. Естественно, как едят дети, руками, правильно? А вы так решили, да? Ну, конечно. Ну, хорошо, хорошо. Значит, вы, ну, допустим, вот так вот. Оп. Ты зачем руки-то вытираешь, а подушку? Ну, что ж ты делаешь-то? Так, хорошо. У нас есть моющий пылесос, который работает по принципу, расскажите, какому? Сначала подается вода со средством специальным. Да, она под давлением туда подается, и тут же вакуумом вытягивается. То есть она входит, забирает с собой грязь, и обратно уходит уже в пылесос. А этот пылесос, ну, просто скажите, это примерная стоимость такого оборудования? А сейчас это примерно около 60. 60, да. Да, давайте вот мы вместе с вами сейчас окажемся, вот поближе сюда подходите. Вот как-то так. А, то есть, ой, вот так, да? Ну, конечно. Это пена, это как раз моющее средство, да? Да, 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 конечно. Вы нам одевали, вы нам одевать их сразу почистите, да? Да, да, да. Замечательно. А он куда это все собирает? А, вот в этот бак. Да, специальный резервуар. Ага. Ой. Ничего страшного. Это ничего страшного, да? Абсолютно. И пятен уже останется потом вот этих? Нет, нет, нет. Слушайте, а так тихо работает. Мне казалось, что эта штука должна быть более громкой. Современная техника, современные моторы. Ага. Слушайте, а... Ну да, остаются влажные пятна. Это прям видно. Но нет даже намека на то, что тут было пюре. А если это засохнет, тоже так же убирается? Смотрите. В этом и прелесть, что вода сначала это пятно размягчит. Размягчит. И только потом уже всосет обратно. А, так она не совсем-то мокрая. А прям влага же вытягивается. То есть он все прям вытянут. Да, то есть к концу, собственно, эфира она у нас с вами. Так, мы тогда эту подушечку вот сюда отложим. Да, да, да. Хорошо. А есть ведь еще какие-то пароочистители, которые... Да, мы их используем по желанию клиента. То есть это не то, чтобы прям обязательно. То есть без вот этой техники немыслима химчистка мягкой мебели. То есть глубокая чистка. Без вот этого даже не пытайтесь. Отмыть же ванное помещение, ванную комнату без парогенератора возможно. Да, опять же, потому что существуют современные химические средства. Но если, допустим, клиенту принципиально, да, конечно, мы берем с собой парогенератор и отмываем это все парогенератором. Ну, парогенератор, насколько я знаю, он еще и... Микробы все убивают, грибки там и так далее, черные вот такие отложения. Как и химия. А, и химия тоже это делает? Конечно, конечно, она является антисептиком. Ну, она же как бы токсична. Многие этого не любят. Нет, нет, нет. Современная химия в разумных дозировках, понятно, что если там намазываться, то ничем хорошим это не закончится. Но при использовании ее по инструкции или около нее, она никак не навредит, она гипоаллергенна. Она нетоксична. Она сертифицирована для использования в жилых помещениях. Слушайте, круто. А вот я не могу не задать такой вопрос. Сколько стоит такое удовольствие? Ну, вот сама уборка. Ну, да, ну, в среднем. Допустим, вот опять же вернемся к вашей, там, 50 с небольшим квадратом. Для простоты использования у нас цены формируются от количества комнат. Две комнаты. Две комнаты. Генеральная уборка двухкомнатной квартиры стоит 6 тысяч рублей. Это включается мытье окон, балкона, кухни, духовки внутри, снаружи потолка, предметов освещения. Ну, перечислять можно долго, я думаю, что у нас... Все. Все, да. То есть ты получаешь... Наверное, не включается только шкафчики внутри. Ну, это уже слишком, конечно. Ну, это лишнее пространство. Да, да, да. Хорошо. Я в таком случае не могу не спросить, где вас найти? Найти нас можно, как и все, что сейчас есть в интернете, на всех социальных сетях, ну, конечно же, по телефону. А как вы называетесь? Уборка-эксперт. Уборка-эксперт. Да. Вы есть в инстаграмах, везде. Конечно. А телефончик? Сейчас на экране. Да. Сейчас на экране. Телефончик сейчас на экране. Звоните, ребятки, если чего, 986-44-85. Да, 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 да. Мне это тоже написали. Друзья, ну, что я могу сказать? Чистота должна быть в каждом доме. И подумайте сами, ну, действительно, или сутки убить на эту самую уборку, или за каких-то там 6 тысяч рублей. А вы думаете, это много? Нет. Лучше уж этот день посвятить себе, а 6 тысяч рублей, вот, пожалуйста, пускай люди делают всю работу. И сделают они качественнее, чем мы. Я вас уверен.